Благоустройство, аварийное жилье и даже незаконные кладбища в лесу. Прием граждан провел депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. С момента избрания к парламентарию только в Самаре обратилось более 500 жителей региона. Даже самая мелкая просьба не остается без внимания. До каких министерских высот готов дойти народный избранник, чтобы открыть обычную калитку в нашем материале. Первыми на прием попали жители коттеджного поселка Завидово в Кубышевском районе Самары. До ближайшей остановки они каждый день проходят два с лишним километра. И так уже шесть лет. На участке 20 жилых домов. Здесь живут и пенсионеры, и семьи с маленькими детьми. Граждане утверждают, их обманул застройщик. По проекту планировки территории у нас есть прямой выход на южное шоссе. Однако в соответствии с документами дорога является частной собственностью автосалонов. То есть проезжая часть есть только на бумаге. По факту это кусок частной земли. Автосалоны поставили здесь забор и пускать жителей не хотят. Говорят, у них как на заводе присутствие третьих лиц на территории невозможно. Правда, предложили другой вариант выхода из ситуации. Выкупить землю рядом за 13,5 миллионов рублей. Александр Хинштейн предложил вариант подешевле. Он обещал убедить собственника автомагазинов сделать жест доброй воли. Мы повстречаемся с владельцами этого автосалона и попытаемся найти для них нужные слова для того, чтобы они организовали элементарный проход для людей. Согласен, наверное, транспорт проезда там будет чрезмерно, а вот сделать нормальную калитку – это хорошо. Не услышать по-хорошему, тогда через Министерство промышленности торговли Российской Федерации, через дилеров, я думаю, мы найдем этот язык быстрее. К приемную депутата приходят с разными проблемами, объединяет их одно – граждане хотят добиться справедливости. Вопросы самые разные, бывают сложные, а есть те, которые можно решить сразу, просто позвонив. Когда мы объединяем наши усилия с местной властью, с региональной властью, с городской властью, с правоохранительным блоком, у нас всегда получается результат. Пока в Самарской области действуют две общественные приемные парламентария – в Самаре и Новокуйбышевске. Третий в ближайшее время откроется в Большеглушицком районе. Руслан Шарипов, Владимир Терентьев, Новости губерний.